Приветствую вас и не споря, не отрицая того, что сказала моя коллега, не вступая с ней в полемику, я бы хотел сказать вам о том, что есть более, скажем так, более, ну, может быть, более яркое средство для понимания того, что вот у вас происходит. Это более яркое средство для понимания того, как вам добиться своей цели, как вам достигнуть своей цели, как вам получить то, чего вы хотите получить. И если говорить именно об этом, то нужно сразу сделать такое вот замечание, что в первую очередь вы, если задали нам такой вопрос, значит, наверное, этого у вас нет. То есть вы чувствуете, что у вас нет уверенности и нет успешности. И тогда мы можем попробовать идти от обратного. То есть спросить у вас, что же вам не хватает для того, чтобы чувствовать себя успешно, чтобы чувствовать себя уверенно. То есть какой-то базис у вас есть, но этого базиса, как я понимаю, вам не совсем достаточно, вам не совсем этого базиса хватает, и вы хотели бы больше. Это хорошо, что вы хотите развиваться, это здорово и прекрасно, но необходимо понимать, чего именно вам не хватает. Видите ли, для каждого человека и успешность, и уверенность проявляются по-своему. И нужно делать скидку, ну, по крайней мере, стараться делать скидку на то, что у вас есть собственное проявление, собственная реализация того, что называется успешностью, того, что называется уверенностью и так далее. И вот это ваше проявление, ваша реализация, и раскроется в том, когда будет понятно, чего именно вам не хватает, в том, чего вы хотите. Где именно ваша вот проблематика расположена, как именно расположена проблематика, чего вам не хватает, чего бы вы хотели. Вот вы говорите, я хочу быть успешной и уверенной в себе. Значит, у вас есть некий образ этой успешности и уверенности в себе. А раз есть образ, значит, есть и примерное понимание того, что для этого нужно. И получается, что осталось, вам остается только добиться этого, только настроить себя на достижение этого, понять, как именно вы можете этого достичь, ну, например, как именно вы можете этого добиться, как именно вы можете к этому прийти и так далее. То есть с этим, как раз таки именно с этим и нужно вам работать. А в общем плане, если говорить именно в общем плане, то в общем плане для того, чтобы стать успешным, нужно все-таки определить, что успех для вас. Этот успех, он для каждого свой, и проистекает этот успех из моральных ценностей человека, из его взглядов, из его отношения к окружающему миру и так далее. То есть успешность именно успешна. Она для каждого своя, это самая успешная. А вот то, что касается уверенности в себе, это можно сказать более конкретно, именно про уверенность в себе. Уверенность в себе состоит из, во-первых, отсутствия сомнения в себе, то есть уверенный в себе человек не сомневается в себе, в своих качествах, в своих взглядах, в своих ценностях, в своем пути и так далее. Это успешный человек, уверенный человек. И если есть у вас какие-то сомнения на этот счет, то именно с сомнениями можно и нужно разбираться и работать. Ну, то есть, почему эти сомнения у вас появились, откуда они взялись, с чем они связаны, эти сомнения и так далее. То есть, как так получилось, что вы начали сомневаться? Как так получилось, что вы начали в себе вот искать какие-то там изъяны и прочее, прочее, прочее? Это момент, именно касающийся вот, ну, как бы, сомнений в себе. Далее. Уверенный в себе человек не только не сомневается, но еще и принимает себя таким, какой он есть. И тогда можно говорить о том, что вы себя до конца не принимаете. То есть, вам что-то мешает себя принимать до конца. Вот и давайте подумаем, что вы в себе не принимаете и почему. Если есть какие-то недостатки, а именно недостатки и то, что кажется недостатком, человек в себе не принимает, то их необходимо разбить, постараться разбить на два основных типа. Первый тип – это недостатки, которые реально, действительно, влияют негативно на то, что вы делаете, на то, чем вы занимаетесь, на то, как вы, ну, организуете, например, свою деятельность и так далее. А второй тип недостатков – это ваши индивидуальные черты, которые, по сути дела, в сумме, вместе реализуют то, что можно назвать вашей индивидуальностью. То есть, то, чем вы отличаетесь от других людей. И тогда возникает соответствующий вопрос к вам. А стоит ли менять то, что делает вас уникальным? Стоит ли убирать то, что делает вас особой? Нет. Да, вы потеряете себя. И, отсюда, собственно, несложно сделать вывод, что вам необходимо вот это разделение провести. И то, что касается именно качеств, которые откровенно, негативно и только негативно влияют на вашу жизнь, их купировать, минимализировать, а часть качеств принять. Ну, надо разбираться, какие из этих качеств относятся к одному виду, какие к другому, чтобы не навредить вам, потому что это очень легко сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.